сегодня на уроке мы будем рисунок нашем сувенире и так основная часть сувенира готова теперь как я вам показывал на нашем предварительном эскизе есть часть которая будет стоять посередине это фанера меньшего размера на котором будет соответственно помещен наш арсенок в национальном стиле перейдем к этой части возьмем фанеру соблюдаем симметрию кладем ее посередине здесь нужно отметить что дерево трудно заклеить на материал думайте какой клей нам нужен для этого нам понадобится вот такие два куска кожи мы вот таким образом закрепим на наш красный материал нашим степлером раз два три 4 5 вот мы уже закрепили почему на коже на дерево кусок кожи это чтобы их склеить забили с двух сторон наши кусочки кожи потому что когда специальный клей который мы склеим основную часть чтобы склеился мы должны специально закрепливать 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 вот бывают такие клеи чтобы в коже мы должны использовать специальный специальный клей. Этот клей мы в композиции, чтобы окульпить. Не забывайте правила безопасности. Бывают такие клеи, которые вызывают у людей раздражение глаза и рук. Поэтому надо использовать с осторожностью. Распределим равномерно клей по коже. Чтобы клей высох, надо дать время. Чтобы клей высох, надо дать время, друг с другом немного придавания, чтобы хорошенько склеилось. Расстояние должно быть. Даем время, чтобы склеилось. Потом мы будем продолжать. Вот теперь. Вот с центральной стороны. Чуть-чуть держим, чтобы эта основа, клей друг друга взяли. Вот, друзья, основная часть нашей композиции готова. Здесь бы я хотел отметить, что при изготовлении нашей композиции не обязательно покупать или искать материалы в магазинах. Вы можете их взять в любом парке вокруг. У нас такая природа. Подойдут вам любые сухие ветки. Вычистив их, подобрав их по размеру успешно, можно использовать их для изготовления сувенира. Также фанеру можно взять и старую. Главное, чтобы она подошла чисто. Так что наша основная часть композиции готова. Теперь на нашем эскизе, как вы видите, пейзаж, на котором идут верблюды. Есть облака, цветы, трава. То есть изображена вся красота нашей матушки-перроды. Это все мы покажем методом прижигания на дереве. Мы это все покажем. Вот мы подключили наш специальный аппарат. И пока он раскалится, я карандашом сделаю набросок на фанере. Вот. В широкой казахской степи идут верблюды. И они сейчас нарисуем на нашем дереве. Здесь вокруг у нас будет зеленая луга, высокие красивые горы, которые мы вот так карандашом набросим. И это все природу нашей передать. Белые облака на нашем небе, они будут на нашем эскизе. Вот эскиз готов. Как раз наш выжигатель тоже готов к работе. И с помощью этого аппарата мы приступим к сжиганию по дереву. Вот, посмотрите, вот так. Вот, таким образом начнем выжигать отдельные части. Но только строго по нарисованным линиям, желательно, не выходя за них. это учтите. Потому что, как вы видите, пожгли все по наброску. И мы не должны забывать правила. И вот, живость готова. Здесь пусть это будет животное, или же гора, или же облака. У каждого предмета есть тень. она образуется в тень. Например, мы должны учтить, что бывает тень, и при выжигании, как бы, имитируя это, мы делаем фактуру, и это будет выглядеть красивее. Прошу учесть это. Сейчас начнем выжигать нашу тень. Нашу тень. Нашу тень. Потихонечку, сильно, ненадонавливая. На одном уровне. Если это мы будем делать карандашом, это будет называться штрих. И если мы будем учитывать тень от предметов, то будет смотреться еще красивее. Очень красивее. Вот видите, сувенир подошел урок к концу. Наша композиция, сувенир готова. Сейчас выключим аппарат. И вот наш сувенир, который мы будем дарить, готово для подарка. Теперь вам ваше домашнее задание. Сохраняйте технику безопасности. До новых встреч, дорогие друзья. субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!» Субтитры подогнал «Симон»!